Девушки отдыхают Здравствуйте! В эфире новости телекомпании «Новый век» в студии Чинчика Шпукол. Коротко о главном. Благотворительная акция «Помоги собраться в школу» продолжается. Ежедневно на помощь многодетным и маломощным семьям приходят неравнодушные граждане, организации и предприятия. Сотрудники патрульно-постовой службы органов внутренних дел России отпразднуют свой профессиональный праздник. Образовательный форум «Таврида. Смена молодых журналистов» продолжает свою работу. А теперь об этих и других событиях более подробно. В конце июля во всех районах и городах Тувы был дан старт ежегодной благотворительной акции «Помоги собраться в школу». Собрать в школу даже одного ребенка для семьи с небольшим бюджетом – задача очень сложная, не говоря уж о многодетных и малоимущих семьях. Ежедневно к акции присоединяются неравнодушные граждане и целые организации. Помощь в виде концтоваров и школьной формы приносят как адресно, так и в пункты сбора. Ведь детям школьного возраста всегда приятно в начале учебного года раскладывать новые тетрадки, расписывать авторучки, карандаши и заполнять самый лучший дневник. Сегодня в рамках месячника безопасности детей сотрудники регионального МЧС посетили Центр социальной помощи детям, оставшимся без попечения родителей в поселке Усельдагест Козылского района. Инспекторы Государственного пожарного надзора старались построить занятия с детьми таким образом, чтобы ребятам было интересно и легко запомнить правила пожарной безопасности. Дошкалят опознавали азбуку пожарной безопасности через игру в викторину «Готовность 101» через картинки-загадки. Проверялся на предмет соблюдения требований пожарной безопасности. Выявлены нарушения, были усилиями администрации устранены. Сегодня мы в рамках профилактики здесь поработали с детьми. Также приняли активное участие в проводимой республиканской акции «Помоги собраться в школу». Для детей школьного возраста была проведена командная игра, в которой ребята на перегонки рисовали листовки на тему «Спички детям не игрушки». И не забудь потушить костер. А также отвечали на вопросы, разгадывали кроссворд и закрепили полученные знания с помощью игры «Пожарные знаки», в которой разгадывали знаки пожарной безопасности. По окончании игр все ребята получили памятки. «Мне очень понравилось, что вы приехали. Понравились игры, особенно игра, в которой мы проходили лабиринт. Я узнала номера пожарные». За счет своих средств сотрудники управления МЧС были закуплены школьные принадлежности. Акция продолжается и расширяет масштабы проведения. Ведомство также обеспечит и традьями и ручками многие малообеспеченные семьи, которые состоят на учете. «Помощь оказывает нам помощь. Вчера приходили спортсмены и тоже помогали школьными принадлежностями наших детей. Мы покупаем иногда, воспитатели сами обеспечивают тетрадкой, ручкой этих детей, потому что у нас эти дети на время находятся здесь. Они уходят, приходят, новые дети приходят. И поэтому у них иногда нет тетради, ручек, поэтому сами обеспечивают». Закончилась встреча вручением канцелярских принадлежностей воспитанникам центра в рамках благотворительной акции «Помоги собраться в школу», проводимой в преддверии нового учебного года. Они, в свою очередь, подарили гостям памятный подарок, сделанный своими руками – картину «Мамонтенок», символизирующую семью. «Чтоб ты хорошо училась, училась только на пятерке, никогда не нувалась, чтобы маме хорошо помогала. Все». Также к благотворительной акции присоединились и участники Всемирного фестиваля молодежи и студентов «Сочи-2017». Студенты обошли предпринимателей Кызыла и собрали необходимые школьные принадлежности. «Хотим поблагодарить наших спонсоров – это предприниматели центрального рынка и магазина «Школьник» в приобретении канцелярских товаров и рюкзаков. Таким образом, помочь собраться в школу детям из малообеспеченных, многодетных семей – очень важно. Наша акция будет длиться до конца сентября, поэтому обращайтесь. У нас есть группа ВКонтакте, участники Всемирного фестиваля молодежи и студентов». Портфели, учебники, канцелярские товары, альбомы с цветными карандашами. Необходимая помощь для детей из многодетных и малоимущих детей для нового учебного года. Такому подарку Саинбелек Сигбек был очень рад. «Спасибо, мне как раз мы с ней были в усапе, как товары. Спасибо». «В нашей республике много многодетных семей. Для них собрать в школу даже одного ребенка – целая проблема. Нужна серьезная сумма. Поэтому акция «Помоги собраться в школу» актуальна и очень нужна. С каждым годом к акции присоединяются все больше желающих оказать посильную помощь. Глава Тувы Шалбан Караул подписал постановление о дополнительном материальном обеспечении в размере 60 тысяч рублей ветеранам Хюмейджи Республики. Постановлением правительства Тувы от 16 августа 2017 года утверждено положение о дополнительном материальном обеспечении исполнителей горлового пения Республики. На данный вид выплаты могут претендовать деятели культуры и искусства, достигшие 60 лет и соответствующие одному из следующих критериев. Это выступление на сцене более 20 лет, преподавание горлового пения не менее 5 лет, вклад в общественно значимые исследования в области горлового пения, то есть участники международных межрегиональных симпозиумов и или выступавшие с научными докладами и лекциями. Кандидаты выдвигаются организациями культуры и искусства, творческими союзами и общественными объединениями. Данные материалы, согласно положению, направляются в Министерство культуры Тувы с 1 по 30 сентября календарного года. Решение по поступившим материалам принимается после рассмотрения на заседании коллегии Министерства культуры Тувы. Дополнительное материальное обеспечение выплачивается однократно Министерством культуры региона в соответствии с государственной программой Республики Тува развития культуры и туризма на 2014-2020 годы. И о курсах валют. Доллар стоит 58 рублей 53 копейки, евро – 70 рублей 43 копейки. Далее наша постоянная рубрика «Гость в студии». Ведомственным приоритетом на 2017 год для Министерства культуры Тувы стал проект «Культурный человек. Культурное общество». Его главной целью станет повышение бытовой культуры населения Республики. О культуре и поведении в театре, домах культуры и концертном зале мы сегодня поговорим с заместителем директора по зрительской службе Национального музыкально-драматического театра имени Кукола Майи Мингенуловной Жамс. Здравствуйте. Здравствуйте. Майя Мингенуловна, до открытия очередного театрального сезона еще далеко, однако послезавтра, 1 сентября, в День исторической памяти туинских добровольцев, у вас намечен показ драмы «Журавли». Да. А есть такие правила, которые необходимо соблюдать в учреждениях культуры? Как и в других общественных местах, учреждениях культуры, должны соблюдаться правила посещения театра. Это значит не опаздывать при посещении театра, соблюдать дресс-код, не разговаривать во время мероприятий с телефоном, заходить в зрительный зал с напитками, с едой. Сегодня ситуация какая? Сегодня у нас зритель очень сильно опаздывает. Теперь у нас с начала 82-го театрального сезона мы начинаем работать по новым правилам. Это значит, будем приучать зрителей, чтобы не опаздывали и не разговаривали по телефону во время спектакля или другого мероприятия, и соблюдать дресс-код. Сейчас получается, что наши зрители это опаздывают, приходят в чем? Какой дресс-код должен быть? Дресс-код должен быть прийти опрятными, приходить не в спортивных одеждах, а в платье, в костюмах. У нас еще в театре продаются цветы, можно и цветами приходить в театр. Ну и не шуметь. Ну и не шуметь, и друг друга уважать. Бывают такие случаи, когда в зале рядом, например, со зрителями шумит ребенок. Родители, скажем, его не спешат, успокоят. Что в этом случае делать? Ну, а дети у нас посещают с 10 лет на вечерние сеансы. Желательно маленьких детей с собой не брать на вечерние сеансы. Ну, а для того, чтобы детей успокоить, у нас работает в зрительской службе контролеры. Они разговаривают с родителями, чтобы, и вот, когда надо, вот, они попросят, чтобы детей они вот из зрительного зала, как бы, удалили. Ну, то есть, если ребенку меньше 10 лет, то вы рекомендуете не брать совсем на вечерние сеансы? Да, рекомендуем на вечерние сеансы не брать маленьких детей. Помимо любителей, так, еще раз, смотреть спектакли любят многие, в том числе и люди с ограниченными возможностями здоровья. Какая работа с ними ведется? Ну, вот, зрительская служба ведет работу с многими общественными организациями. Например, вот, общественная организация «Общество инвалидов», они вот, при посещении театра, они заранее, заранее уведомляют нас о том, что сколько человек приходят и сколько с ними сопровождающих. Ну, с Аленой Додороловной Селиб мы уже много лет работаем, она вот нас информирует, и мы оставляем для сопровождающих места, и контролеры у входа в театр их встречают, провожают до нужного места, и вот до конца, вот, на них тоже особое внимание выделяется. А есть, вот, человек-колясочник? Да. Есть какое-то специальное для него место? Да, специально для инвалидов-колясочников есть, у нас отводится ряд специальный там сбоку, и вот у нас всегда провожают контролеры их до нужного места, и вот до нужных, в общем, встречают и провожают до конца. Вот, внимание уделяется. В последнее время, вот, зачастую, когда приходишь в наш национальный театр, такое чувство, что люди туда пришли пообедать, там, поужинать, очень много людей возле столовой. Как вы боретесь с этим, чтобы жители, любители театра не заходили с напитками и с едой? Вот, да, вот, у нас работают контролеры. При входе в зрительный зал они вот смотрят, кто с собой еду берут и вот предупреждают, и вот, ну, в общем, работа идет. По закону об авторских правах во всех театрах и кинотеатрах запрещена видео и аудиозапись. Как обстоят дела в вашем театре? У нас, у нас в театре тоже вот соблюдаются все правила, тоже, опять же, контролеры работают над этими у входа, если человек идет с аппаратом или там, вот, снимают, их предупреждают и спрашивают, какие, есть ли у них разрешение. Хотелось бы добавить, ну, зрительская служба театра, ну, хотим улучшить обслуживание зрителей еще лучше, ну, как бы, чтобы культурный, соблюдался культурный этикет. Как только в театр заходит, это же, как бы, храм искусства, люди приходят как на праздник, поэтому там, чтобы там порядок, дисциплина, и чтобы друг друга уважали, самое главное. Майя Мгновна, спасибо, что пришли. А я напомню, что сегодня у нас в гостях была заместитель директора по зрительской службе Национального музыкально-драматического театра имени Кокола Майя Мгновна, Жамц. Впереди реклама, не переключайтесь. Смотрите на шубы подруг. Ждете, когда подарят? Купи сама. Можно в рассрочку, без переплаты, на выставке «Меховые традиции». 31 августа по 4 сентября в спорткомплексе «Ярыгина». Нужны деньги? Приходите к нам. Займы под залог телевизора, ноутбука, телефона и бытовой техники. Улица Горщитова, 93, торговый центр «Лакомка», второй этаж. Да, купила. Духовку, вытяжку, плиту. О, а посуда? А посуда в подарок с 28 августа в салонах РБТ.РУ. При покупке трех и более единиц встраиваемой техники «Электролюкс» вы получаете набор посуды в подарок РБТ.РУ. Это новости на канале «Новый век». Мы продолжаем. 2 сентября – праздник сотрудников патрульно-постовой службы органов внутренних дел России. В этот день, в 1923 году, Центральное административное управление НКВД опубликовало инструкцию постовому милиционеру. Через три года подразделения патрульно-постовой службы появились практически во всех городах. Была введена единая форма одежды и установлен отличительный знак – это белый металлический щит с названием участка и постовым номером. Наша съемочная группа узнавала, какие они – трудовые будни сотрудников патрульно-постовой службы. Подробнее у Дианы Баян-Багус. Он шагает по району от двора и до двора, и опять нанял погоны с пистолетом к опора. Персонаж дяди Стёпы из одноименного мультфильма стал примером и героем для Артура Рокча в выборе профессии. Инспектор работает дольше всех в мобильном взводе ППС. В профессию пришел сразу после армии в 1998 году. Отлично помнит и первый рабочий день – 22 сентября. Тогда, как и сегодня, было много бытовых вызовов. Семейно-бытовые конфликты занимают большую часть вызовов дежурной диспетчерской городела, рассказывает Артура Рокча. Ежедневно осуществляется около 30 выездов на дом. Тяжелая работа. Терпение, терпение. Еще раз терпение. И уважение всем окружающим. Ребята, которые с собой работают, это главная опора. Еще семья. Главное семья, чтобы все меньше проблем не были. Остальное, как говорят, прорвемся. Сейчас работаю сами. Женат, у меня трое детей. Дети уже выросли. Бывает, иногда младшие суражки. Ты когда отдыхать будешь? Все время доработаешь. На пенсии, как раз, отдохну. Я уже вырос, все время работаю. Так надо снова. Сотрудников патрульно-постовой службы можно встретить на улицах населенных пунктов республики. В любое время суток, день это или ночь, а также независимо от погодных условий, люди в форме идут на помощь. Будь то семейный конфликт, раскрытие преступлений по горячим следам или же охрана общественного порядка. Наша служба на улицах, в основном, на самом видном месте работает. Ну, народ, ну, людям помогаем, кто там в беды попадает. Ну, кто-то ограбили, там, еще что-то, там, кто-то ориентир потерял, еще что-то, ну, в таком вроде. Бывают и семейные бытовые проблемы. Народ просит помощь, мы приезжаем, помогаем, чем можем. Ну, я не жалею, что я выбрал именно эту профессию и это подразделение. Сколько лет работы, не жалею. Когда человеку помогаешь, самые такое, от него слова благодарности услышать, вот это самое, самое гордое, наверное, вот такое ощущение, что ты ему помог. И человек тебе говорит спасибо, если бы не вы, вот такие ситуации, вот самые такие ощущения. Сегодня в возводе патрульно-постовой службы столицы трудятся более 20 человек. Каждый из них, как может, поддерживает и направляет на истинный путь нарушителей правопорядка. А пострадавшим или попавшим в стрессовое положение дают советы, как сделать так, чтобы трудная жизненная ситуация не повторилась. В диспетчерской нередко можно услышать слова благодарности. Я пользуюсь случаем, хочу поздравить всех пенсионеров и ныне работающих сотрудников патрульно-постовой службы с наступающим праздником и передать привет им всем, пожелать им здоровья, счастья, семейного благополучия. Диана Баймус-Буяна-Юн, телекомпания «Новек». Эфир продолжит новости короткой строкой. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Кызеле 1 сентября в день исторической памяти и чести добровольцев Тувинской Народной Республики состоится первый межрегиональный фестиваль военных духовых оркестров. Участники фестиваля прибудут в Кызыл 31 августа. А 1 сентября начнутся репетиции сводного оркестра по исполнению общего произведения. В фестивале примут участие четыре военных оркестра разных воинских частей Сибири. Фестиваль проводится в целях патриотического воспитания населения, формирование традиций совместного выступления военных оркестров разных городов в Сибири и популяризации лучших образцов мирового музыкального искусства. В Туве количество граждан, получивших сертификат регионального материнского капитала, начиная с 2012 года, ежемесячно увеличивается. По состоянию на сегодняшний день их число составляет 888 семей, сообщает агентство по делам семьи и детей. 507 семей уже распорядились средствами регионального семейного капитала, 490 человек улучшили свои жилищные условия. 12 из них погасили основной долг по ипотечным кредитам, еще пятеро направили деньги на обучение детей. Напомним, что сумма регионального материнского капитала составляет 50 тысяч рублей. В России 3 сентября отметят День солидарности в борьбе с терроризмом. Это новая особая памятная дата, установленная федеральным законом в 2005 году. В правительстве Тувы утвержден план общественно-политических, культурных, образовательных мероприятий. Памятная дата напрямую связана с трагическими событиями с сентября 2004 года, которые произошли в городе Беслан, Северной Осетии. Тогда жертвами теракта стали 334 человека. День солидарности в борьбе с терроризмом символизирует единение государства и общества в борьбе с таким страшным явлением, как терроризм. С целью увеличения охвата детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в детских садах реализуется проект «Хуреш в детские сады». Он направлен на формирование здорового образа жизни, на развитие двигательных навыков и умений мальчиков, старшей и подготовительной группы дошкольных организаций. В итоге дети должны знать названия базовых приемов борьбы «Хуреш», правила соревнований, этикет, влияние борьбы на состояние здоровья, а также владеть и выполнять от двух до пяти приемов национальной борьбы. Реализация проекта продлится до 2021 года. 26 августа в Республике Крым стартовала восьмая смена Всероссийского молодежного образовательного форума «Таврида» «Молодые журналисты», где проходят образовательные программы для порядка 300 молодых людей. Напомним, Туву на форуме представляют два журналиста. Это корреспонденты газеты «Тувинская правда» Виктория Лачугина и телекомпании «Новый век» Чинчи и Самбуга. Медиатренды, будущее печатных изданий и как попасть на федеральные каналы. Образовательный форум «Таврида» смена молодых журналистов продолжает свою работу. Форум «Таврида» дает возможность участникам из регионов пообщаться с представителями федеральных средств массовой информации и знаменитыми блогерами, которые во время обучающих программ раскрывают свои профессиональные секреты из области журналистики. Посещаемость держится на каком-то уровне или даже растет, но это, как правило, все приходит из соцсетей. То есть напрямую люди, как раньше, допустим, забивают какие-то три буквы www.life.ru, допустим, или в Яндексе забивают что-то там «Live» и заходят. У него все меньше, 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 меньше. Я уверен, что то же самое и у всех моих коллег происходит. Ну и еще надо отметить, что, в принципе, один из таких правильных трендов – это то, что, наверное, веб как платформа, она все-таки уже перестанет существовать. То есть сайты, раньше были газеты печатные и так далее, потом все говорили о сайтах, они были. Теперь, скорее всего, уже сайтов, я думаю, что не будет. Форум – это в первую очередь обмен опытом и интересными проектами между участниками смены. Стоит отметить, что многие молодые журналисты проходят обучающие семинары, не отрываясь от работы. Это очень круто. Это уникальная возможность, совмещая работу и поездку на Редфорум, сидеть с ноутбуком на берегу моря, делать какие-то свои рабочие дела и после этого идти на обучающую программу, общаться с самыми крутыми журналистами, которые есть сейчас в России и получать новый незабываемый опыт. Разобраться в плотном графике и не потеряться в лагере участникам смены помогают волонтеры. Каждый доброволец работает на форуме две или три недели, а то и целое лето. Волонтерское деятельность всегда принесло мне удовольствие. Всегда приятно видеть улыбки людей, когда ты им помогаешь. Поэтому тут удовольствий никаких не было. Я подал заявку и попал в волонтерский корпус форума На площадке форума проходит работа профильных школ, каждый из которых курируется партнером, специализирующимся на сфере смены. Закрепить все полученные знания участники могли на деловой игре. Лагерь превратился в выдуманный город Златоград, в котором существуют все насущные проблемы жителей. Задача игры – разобраться в них. Участники разделились на шесть медиахолдингов, в каждом был законно избранный главный редактор и подразделение по созданию видео, фото и текстов. Перинатальный центр мы наконец-то достроим. А сколько он уже строится? Напомните-ка, пять лет. Да, он, который пять лет уже стоит, без движения. Именно в этом году мы наконец-то получим деньги из федерального бюджета. А то есть до этого местным бюджетом не могли справиться? Нет, я лично этим занималась. По какой программе уточните с федерального бюджета? По программе улучшения жизни города Златоград. На самом деле деловая игра только началась, и на самом деле все очень сложно пока делать выводы. Но то, что могу сказать уже сейчас, то, что это очень крутая школа, это здорово помогает сплотиться всем ребятам, даже совершенно, казалось бы, ну, вообще незнакомым из разных регионов, и это очень круто. И, наверное, здесь вот как раз тот случай, когда победа вообще не главная, а главную часть. Потому что в процессе реальной работы мы все знакомимся с навыками друг друга, с принципами работы в других редакциях. И это есть не что иное, как у нас таки обмен опытом. И, по-моему, вот это здесь самое главное. Таврида – это не только мастер-классы, обмен опытом и обучение азам-журналистики. Кроме образовательной программы, молодые журналисты участвуют в разных развлекательных мероприятиях. Всероссийский молодежно-образовательный форум Таврида объединяет талантливую молодежь страны, представляющую разные сферы. Его цель – формирование молодежного профессионального сообщества из числа творческой молодежи России. Главный форум страны завершится 31 августа и объединяет на своей площадке более трех тысяч молодых людей и всех регионов России. Чинчи Самбуга, телекомпания «Новый век». И завершение выпуска о погоде. В течение суток по республике ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, возможно, гроза. Днем местами небольшой дождь, гроза. Ночью и утро местами туман. В Кызыле переменная облачность, без осадков, возможно, гроза. Ветер северо-западный от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 11 градусов. Днем плюс 26, плюс 28. На сегодня это все. До скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!